Если у вас компания рассчитана на несколько регионов, например, на всю Россию, то чаще всего рекламодатели как делают? Делают одну компанию, ставят регион России и, соответственно, запускаются. В действительности, смотрите, что происходит. Больше всего рекламодатели сосредоточены в Москве. Все, в принципе, понятно. Все основные ключи готовятся в Москве. Если, соответственно, когда вы запускаете рекламную кампанию на всю Россию, то получается, что вы конкурируете с московскими ставками. Потому что Москва – это тоже часть России. Тяжело Москву называть регионов. Вот эти регионы – один из множества. Значит, смотрите, что получается. Реальный пример. Привел запрос в Танзании во всей России. Смотрите, стоимость попадания в спецразмещение стоит 98 центов. Точно такой же запрос Москва и Московская область. Видимо, они один в один совпадают. Что по России, что по Москве. Теперь смотрите. Значит, в Санкт-Петербурге стоит совпадание спецразмещение 40 центов. В, соответственно, в Петербурге – это 46 центов. То есть два раза меньше. То есть, условно говоря, большинство рекламодателей считают так, что им надо платить доллары, чтобы показываться везде на первых позициях. По факту это не так. Может оказаться, точнее, не то, что может оказаться, а в действительности в регионах конкуренция меньше. И да, можно выстроить другую ценовую стратегию отдельно. Значит, соответственно, в действительности. Ну, как делают? Часто делают так. Например, компания Москва, компания Петербург, компания вся Россия, остальное. То есть, минимум на три плюс. В принципе, можно в регионе и тому подобное. Значит, единственный минус, смотрите, учтите, что, ну, это вот наши эксперименты на нескольких компаниях делали, на том же трафике стоимость привлечения снижается где-то на 10-30%. Значит, если, ну, все зависит еще от стратегии. Но важно понимать, когда вы это сделаете, у вас действительно появится несколько независимых, как бы, компаний. Ну, то есть надо будет по отдельности следить за ставками, следить за бюджетом и смотреть, что все работает. Значит, чем мы в этом, в данном случае, можем помочь? Можно, фактически, сделав шаблон или загрузив шаблон, несколько раз его запустить. И вы получите несколько одинаковых компаний. После этого зайдете, отредактируете регион и, соответственно, будете работать. Либо можно позвонить менеджеру. Позвонить, чтобы сделать точные копии компании с топорским поломбушкой, даже с накопленных стен. То есть прямо через Яндекс официально сделаете. То есть вы можете, например, сделать заявку, позвонить менеджеру и сказать, мне вот эту компанию сделаете 12 копий, в том числе с накопленным сетером. Соответственно, он через Яндекс сделает. Вот. Какой вопрос? Значит, я радуюсь в своем время, соответственно, указать в топор. Вот, да. Давайте поговорим теперь про плюсы. Что это еще дает? Когда вы компанию разобьете на разные регионы, у вас появится возможность, во-первых, настраивать разный дневной таргетинг с разными часовыми поясами. Значит, когда вы работаете на России, вы только один даргетинг построите. Второе. На самом деле, неплохо бы воспользоваться этой возможности ввести пользователей тоже на разные странички или хотя бы какой-то параметр передавать, чтобы пользователь, не заходящий через лист Екатеринбурга, видел там ваш телефон в Екатеринбурге, условно говоря. Или на сайте он показывает контакты офиса Екатеринбургского и тому подобное. Неплохо бы, может быть, вот смотрите, на стоматологии смотреть. Даже в Москве люди ищут стоматологию в Москве. Я просто говорю про регионы. Поэтому, когда вы делаете какой-то, как бы, регион, то, может быть, неплохо бы название города включить в внутрь объявлений. Можно не включить слова, а просто в тексты. Это тоже повысит вам конверсию, там, военность, доставка до Новосибирска, доставка до Икутска, доставка еще чего-то. В каждом городе человек увидит объявление персонализированное под его регион. Соответственно, это тоже должно дать лучший результат, почему вы просто работаете по всей России. Много вопросов. Да. А если на факт, если Россия выбирает Москва в Москву? Можно ли заминусовать? Да, можно, можно. По умолчанию так и делается. Чаще всего делается как? Минимум делается три компании. Одну на Москву, вторую на Петербург, а третью на всю Россию минус Москва и Петербург. Следующее распределение во времени показа. Смотрите. Многие руководатели, я так понимаю, что вы пользуетесь этим, в том числе этим, выключают компании на нерабочее время. Значит, почему? Ну, словом говоря, да, действительно есть некоторые тематики, в которых получается так, что если у вас офис работает, то, соответственно, конверсия хуже. Ну, то есть, есть специалисты, которые на телефоне можно позвонить. А, значит, офис не работает, конверсия хуже. Конверсия из посетителей, покупателей падает. Поэтому многие в целях экономии отключают, значит, нерабочее время. На самом деле, это не совсем правильно. Смотрите. Это же не значит, что у вас вообще нет целевых посетителей в вечернее и ночное время. Ну, я по себе могу сказать. Мой ритм там в жизни позволяет мне что-либо искать, либо вечером, либо выходным. Да, звонить я буду в рабочее время. Но искать я буду не в рабочее, это точно. Значит, другое дело, что конверсия хуже. Ну, тогда можно же сделать что? Можно, например, сделать и компании, и выстроить разную стратегию. То есть, например, днем мы там, не знаю, в спецразмещении, вечером мы там, не знаю, где-нибудь в правом блоке, а в выходные или ночью мы там по одному центру, условно говоря, рекламируемся. Ну, попробуйте спрогнозировать вот эту как бы разницу. Значит, здесь сразу же, забегая вперед... Ну, давайте сейчас не буду ликаться на стене. Нет, отвлекусь. Иду в перемешку с возможностями рекламы. Смотрите, что есть на рекламе. Есть такая штука для поддержания позиций. Вот у меня есть рекламная кампания. Я могу сказать, я хочу, не знаю, быть там, например, в вход в спецразмещение, платить дороже трех QE, условно говоря. И, собственно, вам чай, да? Соответственно, после этого система сама будет заходить и поменять ставки раз в 20 минут. Но это, на самом деле, сейчас уже не очень актуально, потому что в Яндексе есть автоматические стратегии. А вот то, что актуально, то, чего нет в Яндексе. Смотрите, есть такая вещь, как расширенное надержание. И я создаю правила. Вот, ну, по умолчанию она, значит, вложила круглосуточная. Я могу сказать, я хочу правила. Значит, хочу, например, на рабочее время. На рабочее время. Вы будете предположить... Причем, давайте так, еще один нюанс. Все опции в Яндексе предоставляются бесплатно. Все, что я показывал, все предоставляется по умолчанию. Есть часть опций, которые предоставляются бесплатно, но включаются для рекламодателей с бюджетом от 30 тысяч рублей в месяц по заявке. В частности, вот этот рекламодатель с бюджетом от 30 тысяч в месяц. Смотрите, какая здесь штука. Можно выбирать позиции, в том числе промежуточные, которые в интерфейсах Яндекса даже не видно. То есть, я могу сказать, что брать, например, стоимость второй позиции в твоем правом блоге. В Яндексе никогда не поставите ставку на вторую позицию, да? То есть, соответственно, что я могу делать? Например, я хочу, значит, в рабочее время брать стоимость в спецразмещении и платить не больше двух е. Например, создаю второе правило. У меня система сразу выбрала там все время. Но я хочу, например, включить эти ночное время, включить, предположим, субботу и воскресенье, да? Выключить это. Соответственно, вот в этом вот остальное время, где у меня здесь плюсики стоят, почему-то они тут валюются. Я говорю, что я хочу быть, предположим, на второй позиции в правом блоге и платить при этом не больше одного е, да? А, соответственно, там все остальное время, ну, либо выключить компанию, либо, неважно где, но платить, там, не знаю, не больше 30 центов. Все, мне остается нажать кнопку запустить. Значит, после этого система сама раз в 20 минут будет заходить и держать меня на оптимальных позициях в соответствии с моей стратегией и с тем временем, которое у меня настроено. То есть, в принципе, вырубать такую компанию на нерабочее время – это неправильно. Вы теряете. А в настоящий момент только для яндекса? В настоящий момент только для яндекса, да. А чем нужно включить? Значит, смотрите, вот это вот такое удержание, да, которое работает раз в 20, соответственно, минут, несет некую нагрузку в наших серверах, поэтому, собственно, мы это включаем для рекламодателей. А, кстати, вам огромное спасибо. Скажите, я неправильно рассказал. Для рекламодателей с бюджетом 30 тысяч появляются вот эти промежуточные позиции, а само удержание вот этой вот стратегии, оно доступно для всех. Для всех там, хоть хоть 600 рублей. Нет, в яндексе вы не сможете настроить разную стратегию на разное время суток. Это физически-то невозможно. Нет ни одной системы, где вы сможете это сделать. Иванет можно. А, конечно, в яндексе. Я не знаю, что для компаний делать. Да, да. То есть, вот я сначала показал практику, как можно делать в яндексе, то есть, сделать несколько компаний, да. А, соответственно, в иване это можно делать с одной компанией. А на каждое совплое стоимость разной ценой стоят? Значит, смотрите тоже. По умолчанию разные стратегии удержания, вы имеете в виду, да? Ну, я скажу мне, один запрос у меня на 2 доллара, в этом же объявлении, а второй мне на 2 запроса на 5 долларов. Значит, посмотрите, да, короче вопрос. Значит, во-первых, еще раз проговорите. Вот эта вот возможность доступна для всех рекламодателей вне зависимости от бюджетов. Просто если у вас бюджет меньше 30 тысяч, у вас здесь будет первое позиционное совмещение вход в спецразмещение, первое позиционное совмещение, гарантированный показ. То есть, так же, как и в интерфейсе Яндекса, для того, чтобы промежуточные варианты появились, туда на 30 тысяч, а так можно пользоваться. И второй момент, смотрите, вот эта вот стратегия, она начинает работать, меняясь ко всей рекламной кампании. А если вы хотите так, чтобы у вас внутри рекламной кампании какие-то объявления были там в спецразмещении, да, какие-то объявления, не знаю, были там внизу, предположим, то есть два варианта, либо, соответственно, вы делаете несколько разных кампаний, которые настраиваются на них разные стратегии. Всё я вам могу показать. И это реально, я могу сказать, я это делаю, потому что потом проще анализировать. Про те же автозапчасти, вот смотрите, у меня есть там автозапчасти, есть, соответственно, поезд в день спецуха важен, да, она там работает на удержание, естественное размещение, есть там менее важное, есть остальное. Там три разные кампании, которые работают на разных стратегиях. Значит, и ещё один момент. Есть такой вариант. Это для тех, опять же, у кого бюджета от 20 тысяч, включается закладка, где можно настроить разную стратегию с точностью до ключевого слова. Разные максимальные на разные запросы, правильно? Вот либо вы их разносите на разные рекламные кампании, либо, если вы собираетесь в пользу удержания, то для вами этот вопрос доступен для рекламных бюджетов на 20 тысяч. Да. У меня вопрос по лимиту кампании есть? Сколько кампаний на удержании? Нет, сколько всего вообще кампаний может быть в Владимире с подобных стратегий? У меня тысяча рекламных кампаний внутри одного Владимир. Представляете, какие лимиты? Значит, есть лимиты Яндекса, мы придерживаемся их. Вот я помню, что по этой автомобильному порталу у нас там несколько сотен рекламных кампаний, они раскиданы по нескому аккаунту, потому что нам удобно, потому что там где-то начинается... Нет, там тысячи. А, тысяча. Да, после тысячи надо обращаться к менеджеру, они могут увеличиться. Значит, смотрите, мы их раскидываем, у нас есть такая практика, мы не рекомендуем, даже когда работает генератор, я рассказывал, и мы до этого дойдем, когда можно там десятки тысяч объявлений сгенерировать, например, мы бьем по 300 объявлений в рекламную кампанию, и внутри аккаунта тоже не грузим больше 100 рекламных кампаний. Почему? Мы-то сможем загрузить, у нас это автоматически через скрипты делается. Вы потом это в интерфейсе, вы в интерфейсе не откроете. Ну, то есть у вас страница будет скид? Страница будет очень-очень долгая. А, в этом ключе. Да, хороший вопрос. Ну, тогда Вадим придется, да. У нас нет, у нас все как в Яндексе, мы ничего где-то не добавляем. Значит, соответственно, давайте теперь про, я отвечал про партнерскую сеть, вы смотрите, многие отключают партнерскую сеть, и в действительности пользователи из партнерской сети хуже конвертируются в покупателей. Почему? Потому что пользователь из поисковика приходящего это тот, кто сейчас ищет продукт или услугу, да, он находится в состоянии выбора. Пользователь из партнерской сети это тот, кто сейчас интересуется этой тематикой. Мы не знаем, что его конкретно интересует. Но вопрос, не знаю, насколько плохо, если они там конвертируются в пять раз хуже, да, то зачем отключать? Давайте платить за них десять раз меньше. Это будет выгоднее. Ну, то есть тезис, вот один из тезисов, который я хочу проговорить, в контексте нужно рекламироваться везде и всегда. Вопрос, сколько конкретно платить за того или иного посетителя. То есть отключать партнерскую сеть в общем не правильно. Правильнее разбить на несколько компаний и платить меньше. я вам обещал показать фокус, как в IT Яндекс, чтобы сделать две разные компании на поиске на сетку. Кстати, вот если вы видели, у меня там в интерфейсе и вами, там как раз на те же запчасти, там прямо видно разные компании. Поиск, поиск и сетка отдельно. Значит, смотрите. Делается следующее. Первая компания, которая у нас будет работать, и в которой будет работать только на поиске. А рекламную сеть мы на ней отключаем. В Яндексе можно отключить рекламную сеть, которую вы вырубили. Предположим, здесь цена у нас будет какая-то. То есть мы расставили ставки по стратегии X долларов. На каждое объявление разное. Вторую компанию мы запускаем и на поиск, и на партнерскую сеть. А ставки для чего мы разделяем на разные компании? Просто платить меньше. Соответственно ставки мы здесь ставим в 3 раза меньше. Переводим. Или прошли какие-то небольшие. Об żadных цена. Если пользователь вводит какой-то запрос в поиск, то фактически из объявления вам может показать объявление не из этой компании или из этой, потому что они уже работают, но здесь ставки больше. Поэтому однозначно покажется объявление отсюда. А если пользователь попадает в самый запрос в партнерскую сеть, то однозначно свидетели, объявлений из этой компании, потому что здесь партнерская сеть отличная, все, вы разделили. У нас получается, что в действительности поднимут тем же ключевым словам одни и те же объявления, вот в этой компании будут показываться на польске, а в этой будут показываться на партнерской сети.